Здравствуйте! В студии Наталья Смоленинова расскажу об истории Приморья. На этой неделе жители Владивостока ожидают первое выступление в цирке после реконструкции. Интересно, что первый цирк появился в городе в 1885 году. Это был небольшой балаган со стандартными манежем и несколькими рядами скамеек. Цирк поставили поближе к потенциальным зрителям, как раз между Матросской и Офицерской Слободками, то есть между нынешними остановками Дальзавод и Луговая. Есть легенда, что в 1891 году, когда Приморскую столицу посетил Тесаревич, будущий император Николай II, ему прислали билет с приглашением на представление. Их высочество велели благодарить и послали антрепренеру 100 рублей в подарок. Ну а в 1897 году Владивосток посетил известный канатоходец Алике Блонден. Он выступал прямо на городской площади. Вот что сообщала об этом местная газета. Он известен своим переходом по канату через Ниагарский водопад. На главной площади на высоких столбах был натянут канат и послышалось по отношению толпы речь. Я буду начинает ходить, а вы начинает платить. Кто сколько может. Чем больше, тем лучше. И сбор у Блондена был явно хорош. Ну а в начале 20 века наконец открывается специально оборудованное здание – цирк Игната Боровикса. Он был отменным жонглером, который работал стоя на лошади. Также на лошади танцевала его жена. Программу дополняли клоун, гимнаст и дрессировщик. К 1917 году во Владивостоке было уже три цирка, и каждый со своей изюминкой. После революции вплоть до 70-х годов во Владивостоке располагался единственный цирк Шапито на Корабельной набережной, ниже памятника борцам за власть Советов. Правда, представления там давали только летом. Пока 31 декабря 1973 года не открылось новое стационарное здание. Тогда самый большой цирк на Дальнем Востоке. Ну что ж, ждем новых выступлений после реконструкции. До встречи!